Вообще я дизайнер Dodois, но сейчас у нас уже есть два дизайнера кроме меня, поэтому я скорее лидирую, а не дизайнеру. Для всех людей мы просто рисуем кнопочки, двигаем картинки, текст куда-нибудь ставим и все. На самом деле мы создаем как бы опыт взаимодействия с интерфейсом. Возьмем простой пример прием заказа на кассе. Представьте, что у вас есть ваше устройство, моноблок, где вы принимаете заказ и кто будет если клиент заказал, а потом передумал или решил применить акции. Все такие моменты мы учитываем и мы с учетом этого продумаем весь процесс взаимодействия с системой. Вообще дизайн не такая творческая прям совсем полностью область. Он во многом тоже техничен, потому что есть принципы, есть законы восприятия человека, есть уже наработанные модели поведения. Мы их знаем, мы их изучаем и их учитываем при проектировании. Мы с другом, когда еще появилась платформа Windows Phone, делали очень простенькие приложения под них. И оттуда мне стало интересно вообще и интересно проводить над тем, как выглядит приложение. Потом я попал на стажировку в одну студию и там дальше начал развиваться. Но есть литература, есть там признанные лидеры с их советами и так далее. Ты впитываешь все это, изучаешь. Да и, наверное, в общем, в любой области можно быть самоучкой. Сейчас очень много средств к саморазвитию есть, легко доступных, без университетов. И тут просто главное желание и, как я называю, эту страсть иметь к тому, что ты делаешь. Я неплохо прокачался в дизайне, теперь хочется что-то еще куда-то в другую сторону расти. Реально, ты больше занимаешься и озабочен тем, как построить команду, как сыграть их, как сделать так, чтобы они делали и то, что тебе нужно, и чтобы сами развивались. Дизайнерам нужно очень много смелости. Сначала для того, чтобы выйти из своего розового мира, посмотреть на реальный мир, а потом еще больше смелости нужно, чтобы не бояться реализовывать свои идеи и следовать интуиции. Страшно это вот, знаешь, как ты делаешь какую-то дичь, показывают людям, то есть ты как бы, она оторвана от реальности слишком. Потом ты уже все это впитываешь, типа ты боишься, что здесь они так сделать, здесь так лучше не надо, и перестаешь делать хорошие решения. В Dodois очень много непаханных полей. Мы придумываем решение с нуля, и это прям творческий простор. Ты приходишь, и вот перед тобой чистый лист, сделай все заново. У меня все просто. Я вечером стандартная прогулочка по центру. Я просто хожу, думаю, и все. И так каждый день проходит. В выходные я лежу, думаю. Старый интеллигент, которым иногда что-то проблескивает, южное. Центр внутри Садово мне везде нравится. Я сто раз по одним и тем же местам прохожу. Я вырос там, где красивая природа, в Дагестане. Махачкала – это море с одной стороны, горы с другой. И меня вообще не тянет к природе. То есть я, естественно, и восхищаюсь, если я окажусь там, я там. Не нужно быть совсем равнодушным человеком, чтобы не восхищаться. Но когда я еду куда-нибудь, когда путешествую, я еду только за городом, за красивыми улицами. Я могу этим просто бесконечно наслаждаться. Вот, наверное, фишечка моя в том, что я одним и тем же могу бесконечно наслаждаться.